Здравствуйте! В студии интернет-канала День. Я Андрей Фефелов. Рядом со мной историк Андрей Фурсов. И мы говорим о провокации, которая была, по сути дела, закамуфлирована под катастрофу. Речь идет о падении Боинга. Это то, что вокруг, чего весь политический процесс сейчас вращается и крутится. И вопрос решается, кто сбил. Вопрос решается, кому это выгодно. И, конечно же, здесь огромное количество домыслов, спама информационного. Но, Андрей Ильич, все-таки мы знаем, что стиль подобных действий, это не наш стиль. Не стиль России, не стиль казаков, которые воюют в Новороссии. Это не наш стиль. Это нам не выгодно. Дело в том, что когда наметился перелом в военных действиях в Новороссии, и когда стало ясно, что ополченцы разворачиваются и начинают метелить войска Украхунты, я стал думать, что американцы могут сделать, чтобы спасти своих марионеток, чтобы остановить военные действия на какое-то время. Мирные переговоры предложить? Ну, ведь ополченцы не пойдут на мирные переговоры. Что еще можно? Обратиться к России? Ну, так сказать, бесполезно. И я подумал, ну, вдруг они устроят взрыв на атомной электростанции. Но я подумал, ну, это уже через чур. И я так и не придумал, что и буквально через день случился инцидент с Боингом. И я подумал, вот оно, вот это то, о чем я не подумал. Боинг, это как раз, во-первых, это приостановление военных действий. Во-вторых, это перевод стрелки на ополченцев. И никто еще ничего не успел понять, но человек, которого он называет президентом Украины, сразу же выдал обвинительный акт, что это сделали ополченцы. Он назвал их террористами. И логика понятна, есть ли они террористы, значит, к ним и отношения, как к Аль-Каиде и так далее. И дальше началась истерика. Но дело в том, что вот сейчас, на сегодняшний день, создается впечатление, что провокация сдувается. Ничего не могут доказать. И единственное, о чем они могут говорить, это то, что все равно во всем виновата Россия. Ну, больше ничего не остается. Это первый всплеск реакции в западной прессе. Бесконечные таблоиды с фотографией Путина, с фотографией обломков. Все это монтируется. И даже если впоследствии окажется, что и ополченцы, и уж тем более Россия, и российская власть не имеют отношения к уничтожению пассажирского Боинга, то это впечатление, и эта пропаганда никуда не денется. Это так же, как в августе прошлого года, я как раз был в Лондоне и читал регулярно английские газеты, там постоянно поминался якобы российский закон, направленный против гомосексуалистов. У нас ведь нет такого закона. У нас есть закон о запрете пропаганды определенных вещей, в том числе пропаганды гомосексуализма среди подростков. Но там речь именно шла об этом. И наша пятая колонна это так подхватила. Вот это и есть одна из форм манипуляции общественным мнением, когда подменяются понятия. А что касается Боинга, это уж точно не наш стиль. Это стиль тех людей, которые в 1898 году взорвали свой же корабль, для того, чтобы устроить войну с Испанией. Это те люди, которые устроили провокацию с Лузитанией в 1915 году. Те люди, у которых не все в порядке было с Перл-Харбором, с Танкинским заливом. Про 11 сентября я вообще не говорю. То есть это один и тот же почерк. И в общем-то нужно сказать, что почерк довольно неумелый. И с каждым актом все более и более неумелый. И уж то, что произошло с малайзийским Боингом, там есть вопиющие вещи. По-видимому, те люди, которые это планировали и которые исполняли, это свидетельство о деградации и заказчиков, и исполнителей. Эти черные ящики попали в Великобританию, это тоже наводит на определенные мысли. Да, конечно. Но дело в том, что в данной ситуации, да, конечно, можно ночью прийти в плаще, вытащить, что-то там сделать. Но дело в том, что есть много других свидетельств. И тогда манипуляции с черными ящиками станут совершенно очевидными. Возможно, есть расчет на то, чтобы поймать людей, которые будут манипулировать с черными ящиками. Но и без этого уже понятно совершенно, что все разговоры о том, что это Россия, что это ополченцы. Американцы сейчас ведь, они уходят, они сдают постепенно позицию за одну за другой. И вот сегодня утром, уезжая на работу, значит, я слышал последнее, что это сделал, выстрел был с территории ополченцев, но сделал его перебежчик из украинской армии, потому что на фотографии видна украинская форма. Вот. И еще одна интересная вещь. Появились разговоры о том, что это могли быть люди Коломойского. И очень может быть, если главную марионетку американцев Порошенко сейчас прижмут, и прижмут самих американцев, они постараются свалить все на Коломойского. Хотя, как мне кажется, Коломойский им еще нужен. Но в случае чего, я думаю, что валить они будут именно на Коломойского, если уж совсем будет швах. Просто Коломойский организатор черных, видимо, преступлений в Одессе и все прочее. Этот стиль понятен. И на него все и можно повесить вообще. Кошмар. Кошмар, который возник. Как иногда это делают с провалившимися агентами вообще во все спецслужбы, когда им приписывают еще и какие-то другие дела, чтобы вывести из-под удара других агентов, которые это и сделали. Это очень частая вещь. И в этом отношении, конечно, Коломойского может не повести. Все-таки, как к историку вопрос, вообще сама тема демонизации России, демонизация правительства русского и российского, это ведь появилось не вчера и не позавчера. И это все какими-то волнами странно. Это не позавчера и не вчера появилось, но это появилось достаточно недавно по историческим меркам. Проект русофобия был запущен в 1820-е годы в Великобритании, потому что после наполеоновских войн стало совершенно понятно, что главный противник Великобритании в Евразии – это Российская империя. И нужно сплачивать против нее весь Запад. Почему весь Запад? Потому что Россия во время наполеоновских войн показала, как русские могут воевать. И нужно было сплотить или добиться хотя бы отрицательного, негативного нейтралитета по отношению к России таких стран, как Австрийская империя и Пруссия. И вот эти 20-30 лет, 20-е, 30-е, 40-е годы, 30-летия вот этой русофобии, есть даже исследования самих же англичан по этому поводу, они дали свой эффект. И причем дали общеевропейский эффект. И в канун Крымской войны, первой общезападной войны против России, о том, что Россию нужно поставить на колени, что это другая цивилизация, вот таким языком говорили столь разные люди, как архиепископ Парижский и Карл Маркс. То есть эти результаты были налицо. Ну и дальше потом это никуда не делось. И после Крымской войны это оставалось. Россия остается главным противником англосаксов в Евразии и в мире. И даже нынешняя Россия, она все равно остается их противником и, с другой стороны, лакомым куском. Поэтому для англосаксов, для англичан, для американцев, но не для европейцев. У французов, у немцев здесь свой интерес. Россия остается таким абсолютно чужим. И эта чужесть, как это ни парадоксально, усиливается тем, что русские это белые, христиане и европейцы. Скажем, в Третьем Рейхе немцам легче было признать почетными арийцами японцев, чем русских. Потому что японцы это далеко и это с ними все понятно. А это люди той же культуры, геокультура, просвещение, христианство, белые люди, высокая культура и чужая. И вот это резко усиливает неприятие. Как это так? Такие, как мы, но чужие. И самое главное, не хотят жить в соответствии с теми принципами, которыми мы руководствуемся. Ну вот я помню, конечно, и картины, карикатуры Домье на Россию и Доре. Поучаствовал в этом знаменитый художник. Он создал пародийную историю Руси. Фигура русского медведя, который нависает над Европой. Все это так или иначе сочетается с идеей такой вот азиатчины. Что мы не совсем-то европейцы. И, кстати, вот эта идея нашего такого азиатского характера, она сейчас очень популярна в современном сегодняшнем Киеве. Они говорят, вы не славяне, вы татары, вы азиаты, евразийцы. Вот это такое слово, оно брошено как бы презрительно. Да, это понятно. И, к сожалению, некоторые наши публицисты и мыслители готовы подчеркивать тот факт, что мы не европейцы, а азиаты. Тем самым мы сдаем европейскость Западу. Здесь ни в коем случае нельзя отождествлять Запад с Европой. Европа была разная. Была античная Европа, была византийская Европа, была и есть франкская Европа, то есть западноевропейская. Есть северо-восточная Европа, русская, которая не отождественная ни византийской Европе, ни франкской. Это особая Европа. И географически Россия это, безусловно, Евразия. Но тот исторический субъект, который пришел из Европы в Азию и объединил Евразию, этот субъект абсолютно европейский. И говорить нам, что мы там азиаты, а вот они Европа ни в коем случае, мы другая Европа. Это не потому, что Европа очень хорошо, а потому, что это так. Мы другая Европа. И сдавать свою европейскость Западу, отождествлять западничество с европейскостью, это геостратегическая ошибка. И по сути ошибка. Вот такие приступы демонизации, такие приступы русофобии, которые действительно явлены во всей прессе, в совокупности, они ведь, очевидно, являются частью какой-то стратегии сильных мира всего там на западе. Скорее всего, это подготовка к чему-то. Это же делается для чего-то. Для давления, возможно, на первое лицо. А возможно, это подготовка к чему-то большему, чем просто информационная война. Ну вот, информационно-психологическая или психоисторическая кампания русофобии с 1820-го по селению 50-х годов 19-го века была подготовкой общеевропейской коалиции и удара по России. И Россия, оказавшись без союзников, она не могла противостоять единой Европе. И в этом отношении вообще проблема союзников в Европе – это всегдашняя геополитическая проблема России. Например, эта проблема очень остро стояла перед Россией после смерти Петра Первого. И было непонятно, кто может стать союзником России. И выход был найден. Союзником России, правда, не очень верным, но тем не менее союзником до Крымской войны, то есть почти в течение 125 лет, была Австрийская империя, Австрия. Затем была Германия. Сейчас мы имеем коллективный Запад, который, правда, трещит по швам. Мы имеем Америку, которая слабеет. Мы имеем Евросоюз, который является экономическим гигантом и политическим карликом. Но сейчас я не могу, что сейчас происходит, сказать, ну, стопроцентно, что восстание европейских кукол против американского Карабаса. Но, тем не менее, в Европе есть существенно серьезные силы, заинтересованные в том, чтобы Европа играла другую роль в мире. И, кроме того, и сама Америка не едина. Но, независимо от этого, сказать, как складываются тактические вещи, кто-то завтра прекратит накат на Россию, потом начнется опять. Нужно помнить одну вещь, что действительно русский исторический тип, русская цивилизация и западная цивилизация, это принципиально разные цивилизации. Мы ни в коем случае не азиаты, но мы и не западные люди, мы русские. И вот это нужно очень хорошо помнить. И если убрать сейчас всю конкретную политическую конкретику, инцидент с Боингом, это нам за то, что мы русские. Вот это нужно очень хорошо помнить. И в этих ситуациях нет мелочей. Ну, например, не пустили трех наших певцов в Юрмалу. Я вообще, честно говоря, ожидал, я вообще не очень высокого мнения о нашем шоу-бизнесе, но я ожидал, что все-таки хотя бы 10 человек найдутся, которые будут оскорблены из-за своих коллег, а в их лице за Россию. И не поедут, будут бойкотировать вот это вот мероприятие. Нет, все поехали, все побежали за длинной денежкой, все наплевали на своих коллег и наплевали на то, что в лице их коллег оскорбили Россию. Это означает две вещи. Либо для этих людей деньги, доллар, мутитрасум, либо эти люди настолько не отождествляют себя с Россией, что им совершенно наплевать. Скорее второй. Потому что многие наши деятели шоу-бизнеса, да и не только шоу-бизнеса, а и просто бизнеса, имеют свои квартиры в Майами, имеют свои особняки в Майами. Это считается хорошим тоном, это считается неким уровнем, который позволяет держать им престиж. Я в этом плане, да, я понимаю, но я в этом плане всегда вспоминаю историю одного русского аристократа, который не очень любил Россию, жил в Англии. Но когда началась война с Наполеоном, он вернулся в Россию, отвоевал здесь и вернулся в Англию. Вот это... Это другой тип сознания. Это другой тип сознания, безусловно. Причем я бы хотел отметить здесь не только патриотизм, но и высокий уровень человеческого достоинства. Потому что если ты не оскорблен за свою страну, то это не только отсутствие чувства такого цивилизационного достоинства, это отсутствие чувства личного достоинства. Меня еще в этом инциденте с Боингом поразило то, что те, кто организовал информационную войну и вот эту вот кампанию против России и Путина, видимо, не рассчитывали на какой-то долгосрочный эффект. Необходимо было забить обывателю, европейскому обывателю, элитам и всему миру некий такой гвоздь в голову, что Россия это снова демон, снова агрессор, который не считается ни с чем, сбивает самолеты, а потом откатиться... Нет, я думаю, что то, о чем вы говорите, это программа минимум, а программа максимум это доказать, что это... Всеми правдами и правдами, что это Россия. Ну, программа максимум не получилась, программа минимум вышла, но здесь особо стараться не нужно было, потому что европейский обыватель, в общем-то, ему глубоко плевать на Россию, на то, что в мире происходит. В принципе, он готов верить тому, что говорит о телевидении, хотя начинается какой-то и другой процесс. Два момента я могу привести. Значит, недавно одна моя коллега встречалась с западными журналистами, и французский журналист задал вопрос, почему нет Russia Today на французском языке. Он спросил, зачем вам французский язык? Он говорит, так приходится английский смотреть, потому что Russia Today это единственный источник для нас информации, альтернативной той, которая есть на западе. Потому что в этом отношении говорят, что английский, что французский, что американский, что немецкий канал, это одно и то же, как будто крутят одну и ту же кассету. Russia Today говорит, я могу с ней не соглашаться, но это другая линия, это вот французская вещь. Есть у меня еще один знакомый, который живет в Германии, уже очень давно по профессии режиссера, мне регулярно присылает всякие ролики из немецкой жизни о том, как люди выходят на демонстрации немцев, задевают очень, что их власть поддерживает нацистов на Украине. Это практически не попадает в газеты, не попадает на экран телевидения, но на это есть в интернете. И это означает все-таки, что какая-то часть общества не дала себе задурить голову и на это не ловится. Но, повторяю, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот этот постоянно снижающийся интеллектуально-волевой уровень западной, прежде всего, англосаксонской элиты, он привел к тому, что весь этот инцидент с Боингом был плохо организован. Я бы даже рискнул сказать, что в какой-то момент организаторы и украинские исполнители оказались на одном уровне. То есть, в России в таких случаях говорят не очень вежливую фразу, я ее не буду произносить до конца. Игра была равна, играли два рифма, понятно. А вот последний момент, который хотелось бы уточнить. Известно, что Министерство обороны Российской Федерации произвело такое очень мощное контр-действие. Блестящая вещь. Это конференция, которая была проведена на очень высоком уровне. Эмоциональном, интеллектуальном, смысловом. Это все было подготовлено. Даже никто не ожидал. Мы думали, что, к сожалению, этот информационный гол будет пропущен. Однако его успешно отбило российское государство современное. Но, тем не менее, каковы еще действия должны быть в сфере чего? В сфере безопасности, в сфере информации? Дело в том, что эти действия, безусловно, не подействуют на основную массу западного обывателя. Но они, безусловно, подействуют даже для тех, кто настроен антироссийски. Потому что против правды не попрешь. Можно сколько угодно кричать, что Россия виновата. Но на ваш вопрос у меня очень общий вывод. До тех пор, пока у нас не будет своей, я подчеркиваю, глобальной информационной системы, мы будем проигрывать информационную войну. Мы можем сработать на уровне ООН. Мы можем сработать на уровне глав правительств, которым будет просто, так сказать, неловко в какой-то ситуации. Но для того, чтобы воевать всерьез, нужна глобальная информационная сеть. Когда я стал студентом Института страны Азии Африки, мы тесно контактировали с нашим радио. И меня поразил совершенно факт, что у нас тогда, в конце 60-х, 70-х, передачи на Индию велись на 12 индийских языках. То есть не только на хинди, урду и бенгале, но в Маратхе, Панджабе, Ория, Непале. То есть это был очень мощный охват. Сейчас для этого действительно нет возможностей. Но на основных 10 языках, английских, европейских, плюс арабский, китайский, японский, фарси, нам нужна своя глобальная информационная сеть, которая накрывает практически все страны. Нам нужна очень мощная, нам брошен вызов. Объявлена психоисторическая война. Ну, как говорил Чапаев в фильме, когда ему сказали психическую атаку, он сказал, ну хрен с ней, давай психическую. И на психическую ответили адекватно. Нам нужна своя глобальная информационная система. Причем нужно бить противника не числом, а умением. Это вполне возможная вещь. Для этого нужно немножко денег, ну и политической воли. Политической воли порвать противника на информационной площадке. В этом нет ничего несбыточного. Я думаю, так и будет. Спасибо, Андрей Григорьевич. Надеюсь, я надеюсь тоже. И тогда мы сможем сказать, как сказал крупнейший деятель нашей истории, наше дело правое, мы победили. Спасибо. Спасибо.